Игры кончились. Обиженные геймеры выступили в суде против японского техногиганта Sony. Заблокированные истцы привезли целый чемодан исков. Их дорогущие приставки, на которые раньше можно было скачивать игры, превратились по сути в кирпичи. Репортаж Максим Шевченко. Без мужской помощи управиться с тяжелым чемоданом Лейли непросто. Увесистый багаж юрист привезла с собой в столицу из Петербурга, но личных вещей там нет. Это 26 килограмм документов от лиц, которые желают присоединиться к коллективному иску. Вот так всерьез отстаивать свои права решили геймеры, активные пользователи игровых приставок PlayStation от Sony. Компания ушла из России несколько месяцев назад и фактически лишила возможности играть в популярные игры даже тех, кто уже оплатил недешевую игрушку. Диана Халитова одна из тех, кто хочет вернуть гаджет производителю и потребовать компенсации. Мы заходим, чтобы поиграть в игру и, собственно, невозможно использовать игру, срок вашей подписки истек. Наша съемочная группа была в гостях у девушки несколько недель назад. Тогда дорогостоящая игрушка ценой почти в сотню тысяч рублей еще как-то работала с библиотекой купленных игр, пусть ограничена и с перебоями. Но японский техногигант с каждым днем все сильнее закручивает гайки. Теперь даже купленные игры нельзя скачать. Кроме того, из той информации, которая мне стала известна, люди, которые купили предварительные игры по предзаказу, они не могут их тоже скачать, потому что как раз-таки приставка не позволяет сделать вот этот вот узел между загрузкой на российскую приставку. Без преувеличения мировой флагман игровой индустрии давал возможность окунуться в виртуальные миры тысячам любителей игр — симуляторы, аркады, блокбастеры — на выбор тысячи разножанровых историй. Неудивительно, что в России интерес потребителей к PlayStation всегда отражался в красивых цифрах. По данным СМИ, только за первый месяц продаж обновленной модели консоли Sony продала почти 9 тысяч устройств. Нетрудно представить, скольких геймеров японский техногигант оставил без денег и без игр. Инициативные пользователи решили добиться справедливости через подачу иска в суд. Привлечь к ответственности уходящие из России IT-компании уже пытались неоднократно, в частности Netflix и Apple. Безуспешно. И вот сенсация — иск к Sony начинают рассматривать в Хорошевском районном суде столицы. Я очень надеюсь, что все-таки восторжествует закон о справедливости, и в конечном итоге доступ к Sony PlayStation, PlayStation Network будет установлен. Это самое главное. Главное не деньги, а функции, которые у нас отобрали. С такой же искренней надеждой к делу подходят и другие пользователи PlayStation. Для того, чтобы примкнуть к плеяде желающих добиться справедливости в судебном порядке, личное присутствие не требуется. Поэтому заявление, рассказывает Лейла, геймеры со всей страны присылают по почте. Несколько килограммов бумаг девушка привезла для досудебной беседы в Хорошевский районный суд, но спустя несколько часов вынесла чемодан обратно. Судья нам сегодня отказал. При общении этих документов, соответственно, лица, которые направили соответствующие заявления о вступлении, были лишены судебной защиты. А сколько это человек? Сейчас у нас 231 человек, присоединившихся к иску. И на подходе еще около 200. Но и это, говорит юрист, не предел. Сейчас в телеграм-канале, посвященной борьбе российских геймеров с Сони, больше полутора тысяч человек. По закону, новые участники могут присоединяться к иску вплоть до судебных прений. По факту, до последнего заседания. А значит, уверена Лейла, в следующий раз вернется не с одним, а с двумя чемоданами, полностью забитыми заявлениями. Понадобится больше крепких рук. Юристы истцов рассчитывают на то, что новые документы будут приобщены к материалам дела. А пока готовятся к первому судебному заседанию. Предварительно известно, что провести его планируют в начале декабря. Максим Шевченко, Олег Федоров, Данил Прокудин. Вести. Дежурная часть. Дежурная часть.